Приветствую вас на своем канале, с вами Светлана. Сегодня я хочу поделиться рецептом вкусного и простого приготовления натурального желе. Без красителей, оно готовится быстро и просто. Для желе понадобится 3 чайные ложки каркаде, быстрорастворимый желатин 15 грамм, 3,5 столовых ложек сахара, также нам понадобится 750 миллилитров воды. Для начала нам понадобится посуда, в которой будем заваривать чай. У меня это литровая банка. В банку всыпаем 3 чайные ложки каркаде. Чай каркаде заливаем кипятком. Понадобится 750 миллилитров горячей воды. Это 3 стакана кипятка. Накрываем банку крышкой и оставляем минут на 15, чтобы наш чай заварился. Посмотрите, начинает сразу проявляться наш красивый будущий цвет. И никакие красители нам для этого не нужны. Прошло 15 минут и наш чай заварился. Приступаем к дальнейшему приготовлению. Для этого нам понадобится желатин. Желатина понадобится 15 грамм. Заливаем его стаканом нашего горячего чая. Это 250 миллилитров. Хорошо перемешиваем желатин с чаем. Так, чтобы наш желатин полностью растворился. Также нам понадобится посуда, в которую мы будем процеживать чай через сито. Для начала через сито процеживаем чай с желатином. После этого процеживаем чай, который остался в банке, для того, чтобы лепестки чая не попали в наше желе. Снимаем наше сито и остается добавить только сахар. 3-5 столовых ложек. Я предпочитаю 5 столовых ложек, так как моя семья любит послаще. Все хорошо перемешиваем до полного растворения сахара. Обязательно попробуйте на вкус. Если мало сахар, добавьте еще. Желе разливаем в посуду, в которой будем подавать его на стол. Желе обязательно оставьте на столе, чтобы оно остыло до комнатной температуры. После этого уберите в холодильник до полного застывания. Я его предпочитаю делать утром, а на вечер оно уже готово. Вот посмотрите, какую красоту достала из холодильника. Посмотрите, как хорошо застыла и имеет красивый насыщенный цвет. И без всяких красителей. Вот посмотрите, как хорошо оно отламывается и не теряет форму. А какое вкусное! Моей семье оно очень понравилось. Просят приготовить еще. Надеюсь, этот рецепт вам тоже понравится. Кому понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас в гости на своем канале.